Ну что, друзья, всех приветствую! С вами я, Пандос Фиксович, и сегодня мы будем ностальгировать и играть в FIFA 20. Если вы не понимаете, что здесь происходит, то вы наверняка не смотрели предыдущий видеоролик. Советую посмотреть. Там мы, собственно, прощались с FIFA 19, сервера закрываются, точнее, они уже, естественно, закрыты на тот момент, когда вы смотрите этот видеоролик. Я стараюсь всё делать просто максимально быстро, оперативно, дабы успеть поиграть ещё в две части FIFA. Собственно, сегодня будем играть в двадцатую FIFA, если верить в PlayStation, то я наиграл 1170 часов. Давайте зайдём и попрощаемся. Ностальгируем, посмотрим на карточки, ну, в общем, всё то, что вы и так любите. Тогда ещё все думали, что Эдда Назар — это самый лучший футболист планеты, какой трансфер был, перешёл в Реал, кстати, я футболочку тоже подобрал, чекать, тоже футболки Реалу. Но в итоге какая печальная карьера сложилась у Эддаина, жаль этого добряка. Так, залетаем, 50 тысяч монет на аккаунте, 1394 победы. Раньше статы у вас высвечивались на экране, мне кажется, это прикольнее выглядело. Заходим в состав и видим, ебать, что из-за солянка у меня Карлса Альберта. Раньше позиции не менялись автоматически, но при этом, когда вы ставили, допустим, вот Карлса Альберту, он играл на шестёрке, то есть вся сыгранность у него не терялась. Тут также у нас есть Марадона, Златан Ибрагимович, вау, прикольный склад, Головин, кстати, я его не сразу заметил, чекайте у Головина какая карточка. А позиции можно было менять, давайте посмотрим, я честно уже не помню, да, позиции можно было менять. У него есть позиция ЦПшника, есть ЦФД ЦАП, а это значит, что он тоже на шестёрке может бегать. Охренеть, какие статы, посмотрите. 4 статы 90+, вот это сумасшедшая карточка. Криштиану Рунальду, давайте на ПП его сразу переведём с косичкой. Я вот даже помню, как я эту карточку утаскивал. Так, на замене что у меня? Мхитарян, Мартинос, Паласио, Эсиен. Так, надо посмотреть, что в клубе у меня было, что в клубе, ребята. Очень интересно посмотреть. Так, тут различные арендованные говнари, красный Суарес, 201 с матча за него отыграл, охренеть. Так, Сончик, который нас всех заебал, гулит дядя. Так, кстати, гулита надо поставить вместо Погба, вот так вот сделаем. Не, вот здесь, конечно, у меня карточка поболее будет прикольная, если сравнивать там с прошлой частью FIFA. Так, тут также есть Роберто Карлос, может быть, попытаемся за него пушечки побить. ТТ, Марсиал, Руни, блядь, сколько здесь карточек прикольных. Руни на ЦП, играл, охренеть. Гьотсен, Кунг, о, Мбапе у меня обычно валяется. Первый обладатель, не для продажи. Я даже не помню, как я его ловил, охренеть. Всё-таки память такая штука, реально, со временем всё вылетает из головы. О, вот эту карточку, я помню. Оранжевая карта от Дама Траура, 317 матчей я за него отыграл, охренеть. А где, кстати, от Дама Траура, почему его нету? Вот эта вот карточка Сисока, тоже кайфовая была, 307 матчей отыграл, блядь. Охренеть, это прям, это прям реально ностальгия. О, Легенда Думбия, чекайте, блядь. С улучшалкой удары 90, охренеть. Так, ну что, друзья, сейчас, короче, накидаю пацанов. А, в принципе, уже тут всё готово, наверное. Опа, вот так вот делаем. Сыгранность практически сотка. Ну и чтобы играть было веселее, давайте накидаем улучшалки. Марадоне, Ибрагимовичу. Опять же, если кто не в теме, раньше вот так вот вы могли улучшать определённые параметры игрокам. Прикиньте, какое читерство это было в Викенлиге. Хотя вот я не помню, можно было в Викенлиге пихать такие вот улучшалки. Так, ладно, теперь главный вопрос. Найдётся ли у нас соперник в Division Rivals? О, кстати, Викенлиге у нас статует через 2250 дней и 13 часов. Я думаю, можно дождаться. Ну и перед тем, как мы продолжим, друзья, напомню вам о моих спонсорах. Это мои отличные друзья из компании Pari, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте вы можете найти множество спортивных дисциплин, которые вы можете сделать вставочку. Также не забывайте, что у них есть отличное мобильное приложение. А если вы пройдёте верификацию до конца, получите шикарный бонус. Фрибет на касарь. Всё это добро вы найдёте в закреплённом комментарии. А если вам нужна новая EFC, различные подписчики, всё это добро вы можете найти по ссылочке в описании. Респект всем, кто купил. И респект всем, кто купит. Так, выберите награду. О, ребята, сейчас будет по копинку. У меня тут награды неоткрытые за Division Rivals. Лол, отлично. Пацаны, забираем свои награды. Так. Ага, открывается. О, вот фонарики пошли. Ну здесь нет лолкаута. Я даже помню, как определять. Там левый фонарик вроде должен был дёрнуться. На камбо какой-то упал. Так, чёрт лука. Здравствуйте. О, это волкаут, кажется. Либо кажется. Но это щиточки, как минимум, Бразилия. ЦОП. Лацо. А, нет, это не лолкаут, это просто щиточки, видимо. Лукас Лейва. 84. О, кудряшка выпала. Мне интересно, что тут с трансферным рынком. Если тут игроки вообще на рынке. Ринг Холланд есть, допустим. Один есть за 14 тысяч, ребята. Холланд. Первый и последний на рынке. Давайте выкупим его. Так, ну что, давайте попытаемся найти соперника в дивизионах. Может быть, опять же, кто-то зашёл поностальгировать в последний день этой игры. Да, ребята, это казалось сложнейшим, я думал. 19-й FIFA как-то быстрее соперников находил. Тут я сижу, жду. Нет, ребята. Чувствую, это невозможно. Ну, а есть один выход. Это драфты. Может быть, в драфте мы найдём соперника. Там, вероятнее, будет с кем-то столкнуться. Ну, давайте атакующую возьмём. 3-5-2. Фух, так. Кто здесь? Гаррет Белл? Давайте. Ну, Ричарльсон выглядит разъюбисто. Так, следующий пик открываем. Абуба Марсиаль. Ну, давайте Сона возьмём. Азил. Леджендари берём. Ахмед Муса. Легенда. Тут посыгранное всё не подходит, но похер. Минди на цопнике, конечно, берём. Тут даже серебро падало. Охренеть. Я вообще забыл про это. Так, Рио Фердинанд. Вот так, Варанчика забираем. Опа, вот здесь хороший линк получается. Прекрасно. Так, 5-92. Его можно на ЦЗшника поставить. Ого, ребята, опара. Ну, простите, его не взять я не могу. Блядь, а куда его въебать? Да похер, давайте на цопника въебём. Так, Гризман 96. Так, ну тут уже надо поторопиться, потому что время 20.15. Опять же, хочется ещё заставить Фивку 21, поэтому херачим на большой скорости. Самое главное, найдём ли мы соперника в драфте. Я нашёл соперника в FIFA 20. И вы посмотрите, тут форма амкала. Я совсем забыл про это. Охренеть. Давайте, давайте сыграем. Очень хочется пощупать геймплейчик тут. Так, зубастик Роналду. Гулит. Пагбат. Да похер вообще. Главное, что поиграем. Так, ну вот соперник побежал. Тут пяти у нас. Ой. А можно отобрать мяч? А можно отобрать мяч? Эээ, эээ, блядь, чё происходит? Что с мячом? Так, ну тут отклик вроде как поприятнее, чем FIFA 19. Ой, блядь, что за драгбак я сделал? Вообще забыл, как его делать. Оп. Крутимся, вертимся. Вот такой пас. Хорошо. Так. Так. Так, хорошо. Или Чарльзсон. На, нахуй, блядь. 1-0, шестая минута забиваем. Но это было довольно-таки просто, хочу я вам сказать. Блядь, это празднование. Чё это празднование везде у меня включается? Так, сколько мой соперник наиграл в FIFA 20? 1650 часов. Охренеть. Ну, эта часть FIFA поприятнее уже чувствуется в управлении. Там, если 19-е выглядело как-то топорно, то ли из-за того, что у меня игра лагала, то ли ещё из-за чего-то. Это вот в этой части FIFA как-то приятнее ощущаются модельки. Блядь. Азил. Нашёл за кого бежать, блядь. Ой. Ой. Прострел. Гаррот Бейл. Эээ. Что это такое? А. Так, а можно ко мне подойти? Почему игроки так далеко сразу становятся? Эй. Сука, блядь. Ну, я же подозвал игрока, чего не подошёл ко мне? Блядь. Гулит. Сибался. Пяти. Я ничего сделать не могу. Я просто обороняюсь пока, что соперник что-то меня прижал немножко. Блядь, Лео Месси бежит. Ну, конечно, компания в атаке у него веселее. Зубастик, Гулит и Месси. У меня чуть попроще. Ещё один пас. Вот так вот. И опара. Блядь. Лонгшотик за опару по старой памяти можно хуирнуть. Опа. Вон там вот я вижу забегает муса, 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 муса. И Файнас. Блядь. Ебать. Вот это он за зубастика прошёл. Тихо. Вот. Вот сон. И Файнас. Блядь. Не вышло. Оп. Головой сыграли. Блядь. Мы можем. Мы можем, ребята. Мы можем закомбечить. Вот так вот. Дальше. Опара с мячом. Вот так. В одно. И нахуй. Блядь. Да как не гол? Я уже видел этот мяч. Так. Вот оно. Вот оно. Вот оно, ребята. Вот оно. Вот оно. Перекидывай. Нет. Да нет. Как так? Я хотел перекинуть. Ребята, ребята. Обидное дерьмо. Я мог сейчас забить. Так. Финальный штурм нужен. Эй, куда ты даёшь? Где мяч? Блядь. Вместо финального штурма я получаю гол. 3-1. Жаль. Могли. Могли. Хорошо играли. Так. Вы знаете, раз уж я нашёл соперника в драфте, может быть, и в дивах тоже смогу найти. Давайте попробуем. Ребята, фантастика. Я нашёл соперника ещё и в дивизионах. Могу поиграть за свой сквад. Это прекрасно. Вот такая вот командочка нам встречается. Дундеслига. Так, слушайте. 8 минут доминации от моего соперника. Он тупо пасуется, пасуется и ничего не даёт мне делать. Ну вот мяч у меня наконец-таки. Так, даём на Марадону. Марадону. На Златана. И Златан. На нахуй. Бля, какие удары мощные. Оп. На Златана. Златан. Златан. И... Как так не забиваем-то? Что можно сделать? В принципе, есть одна идея. Вот так вот дать. Вот так вот Роберто Карлос. И Роберто Карлос. Блядь. И кто-то там. Опять штанга. Роберто Карлос бежит. И на нахуй. На голове. Блядь. Опа. А вот так вот играть нельзя. Это пенальти. Я уже забыл, как тут пенки били. А, вот так вот тут пенки бились. Тут надо было... Вот эту вот херню дрожащую в угол. Бля, так неудобно, пиздец. Как мы раньше били пенальти. Ой. Э. Ну, короче, вы поняли, да? Бля, как его игроки обороняются? Как они играют? Я просто вахну. У него состав объективно намного хуже, чем мой. Но ощущение, как будто мы играем равными составами. Вот же оно. Вот же оно. Вот же... Оно! Ну, наконец-таки мы забили, ребята. 2-0. Златан. И Барагима еще полетели. Опа. Нихуя себе. Ну, блядь. Так. Ронал Диню. На Златана. И Златан. Ну, нахуй, блядь. Вот так вот, ребята, проснулась командочка. Не, ну, в целом, ну, типа, опять же, я играю и какое-никакое удовольствие получает. Да, все это дело непривычно и т.д. и т.п. Но, опять же, как минимум, игроки в защите играют лучше, чем сейчас в UFC 24. И пасы работают лучше. Файнас. Вот. И Файнас и работает примерно так же. Ну, вот же оно, ребята. Ну, вот. Блядь. Так, ну что, друзья? Вот так вот Златан Брагимович оформляет хэт-трик. Так, ну что, друзья? Девятый дивизион, набрали немножечко очков напоследок. Вот эта вот херня бесила, что ты это не можешь скиднуть. И каждый раз ты вот за этой хуйню наблюдал. Блин, Ауэ и Холланд падают мне в последнем сереганом паке в этой части FIFA. И у нас есть монеты ровно на один пак. За 7500. Давайте откроем. И попрощаемся с FIFA 20. И прощаемся мы вместе с кем? Конечно же, с Defo. Ну что, друзья, по итогу можно сказать. FIFA 20 была классной. Спасибо за те эмоции, которые она в свое время мне подарила. В целом, я даже сейчас играю, получал удовольствие, как можете видеть. Да, все деревянно-топорно, но все-таки спешим на то, что эти игры старые. И выглядят они, как мне кажется, ничуть не хуже, чем вот это вот недоразумение под названием FC 24. Там хотя бы пасы адекватные и защитники не тупят каждую секунду. И отскоки они такие жесткие. Ну и в общем, я могу тысячу причин придумать, почему это лучше, чем вот это. Пишите также в комментариях свои личные воспоминания о FIFA 20. А мы вместе с вами, друзья, в следующей части затестим FIFA 21. Тоже будем с ней прощаться. Блин, казалось бы, она недавно вышла. Зачем они закрывают сервера? Мани приложу. Спасибо всем за просмотр. Попрошу вас поставить лукасов, ставить какой-нибудь классный комментарий. И с вами был я, Пандус Фиксович. Чао, каково. Продолжение следует...